Он просто был не в силах поверить этому. Искал хоть какую-нибудь рану, думая, что, возможно, дикий зверь набросился на беднягу. Но все напрасно. Животное издохло во сне. Джейми был вне себя, уверенный, что Вандермерф во всем обвинит его. Но, наконец, успокоился. Увидев алмазы, голландец обо всем забудет. — Назад идти невозможно. Придется отправляться в Магердам без мула. Услыхав над головой какой-то звук, он поглядел вверх. Огромные черные стервятники медленно кружили в небе. Джейми содрогнулся. И как можно быстрее уложил все, что собирался взять с собой в рюкзак. Остальное спрятал. И начал тяжелое путешествие. Отойдя немного, Джейми оглянулся. Зловещие создания уже набросились на тело издохшего животного. Виднелось только одно длинное ухо. Джейми пошел быстрее. Стоял декабрь, летний месяц в Южной Африке. И дорога через вельд под палящим солнцем была истинной пыткой. Джейми вышел из клипдрифта бодрым шагом и с легким сердцем, но по мере того, как минуты превращались в часы, а часы в дни, он брел все медленнее, а сердце сжимало тоска. Насколько мог видеть глаз, простирался унылый, выжженный вельд. Казалось, конца не было серым каменистым пустынным равнином. Джейми обычно раскидывал лагерь у какой-нибудь лужи. Постепенно он привык к ночным зверям и спал спокойнее. Шорохи и крики служили доказательством того, что в этой пустыне есть жизнь. И Джейми не так остро ощущал одиночество. Как-то на рассвете он набрел на логовище львов и долго наблюдал с почтительного расстояния, как львица возвращалась к самцу и детенышам с молодой антилопой в пасти. Потом бросила добычу перед львом и отошла в сторону, дожидаясь, пока тот насытится. Легкомысленный львенок выскочил вперед и вонзил зубы в антилопу. Лев поднял лапу, одним ударом уложил смельчака и возвратился к прерванному занятию. Лишь когда он утолил голод, остальному семейству было позволено доесть то, что осталось. Джейми осторожно попятился и, ступая как можно тише, пошел дальше. Пересечь Кару удалось только через две недели. Не раз юношу охватывало желание повернуть обратно. Он уже и не надеялся добраться живым. Он корил себя за то, что сразу не вернулся в клип-дрифт и не попросил у Вандермерва еще одного мула. Но что, если тот рассердится и скажет, что разрывает договор? Нет-нет, нужно идти вперед. И Джейми МакГрегор шаг за шагом подвигался к намеченной цели. Однажды он заметил двигающиеся впереди четыре неясных силуэта. Сначала Джейми подумал, что это мираж. Но фигуры все приближались. И сердце его тревожно застучало. Люди. Здесь есть люди. Язык отказывался повиноваться юноше. Он попытался что-то сказать, но с губ срывались невнятные звуки. Четверо мужчин, усталых и измученных, поравнялись с ним. Здравствуйте, кивнул Джейми. Они кивнули. Один из старателей бросил на ходу. Вперед. Ничего нет. Мы смотрели. Зря тратишь время. Возвращайся. И Джейми вновь остался один. Он отрешился от всего, кроме выжженной зноем земли под ногами. Солнце и черные мухи немилосердно мучили его, но скрыться было негде. И изредка встречались терновые заросли, но листья были объедены слонами. Джейми ослаб. Обожженная кожа покрылась волдырями, а голова все время кружилась. При каждом вздохе легкие казалось вот-вот разорвутся. Он больше не мог идти, как обычно, а ковылял, спотыкаясь, с трудом переставляя ноги, с упорством помешанного, продвигаясь вперед и вперед. Джейми закрыл глаза и на ходу представлял себя огромным тиглем, а солнце — гигантским алмазом, беспощадными лучами, плавящим его. Как-то ночью бедняга проснулся, дрожа от холода. И заставил себя съесть несколько кусочков сушеного мяса и выпить затхлой воды. Он сознавал, что необходимо встать и идти, прежде чем поднимется солнце, пока земля еще хранит ночную прохладу, но не мог заставить себя. Так просто лежать, не двигаясь, не делая никаких усилий, поспать бы еще хоть немного. Но какой-то настойчивый голос в душе твердил, что он уже больше не проснется, и тело его найдут много времени спустя, как труп из сотен других. Джейми вспомнил стервятников и подумал, даже тела не будет, только скелет. Медленно, с трудом поднявшись, он попытался взвалить ранец на спину, но не смог, и поплелся дальше, волоча за собой нож. Несчетное количество раз Джейми падал и вновь вставал. Однажды он даже завопил прямо в предрассветное небо. «Я Джейми Макгрегор, и добьюсь своего, я выживу! Слышишь, Боже, выживу!» В мозгу взрывались чьи-то голоса. «Собираешься искать алмазы? Ты, должно быть, спятил, сынок. Это все сказки, дьявольское искушение, чтобы отвлекать людей от честного труда. Почему не признаешься, где деньги на дорогу взял? Это ведь на другом конце земли у тебя ничего не было. Мистер Вандермерф, я тот человек, которого вы ищете. Поверьте, сэр, я буду работать день и ночь и принесу вам столько алмазов, что вы не сосчитаете!» А он уже погибает, даже не успев начать. У него только два выбора — идти вперед или остаться здесь и умереть. Умереть! Умереть! Через два дня Джейми МакГрегор добрел до деревни Магердам. Солнечные ожоги воспалились, и вся кожа сочилась кровью и гноем. Глаза распухли так, что были видны лишь узенькие щелки. Бедняга рухнул прямо посреди улицы. Грязные лохмотья прикрывали исцарапанное тело. Когда набежавшие старатели попытались снять с него рюкзак, Джейми начал из последних сил отбиваться, лихорадочно, бредово повторяя, «Нет! Руки прочь от моих алмазов! Не смейте прикасаться к моим алмазам!» Только через три дня он проснулся в крохотной убогой комнатке, совершенно голой, если не считать бинтов, обматывающих тело. И первое, что увидел, — полную женщину средних лет, сидевшую у изголовья топчена. «Что?» — прохлепел он, не в силах больше выдавить ни слова. «Все в порядке, дорогой! Ты был болен!» Женщина осторожно приподняла его забинтованную голову и дала напиться из лавянной чашки. Джейми, собрав все силы, смог чуть приподняться. «Где?» Он сглотнул и попытался еще раз. «Где я?» «В Магердаме?» «Я Элис Джардан. Ты в моем пансионе. Скоро поправишься. Просто тебе нужно хорошенько отдохнуть. Ляг, поспи». Джейми вспомнил незнакомцев, пытавшихся отобрать у него рюкзак и, охваченный паникой, заметался. «Мои вещи! Где?» Но женщина, нежно улыбнувшись, вновь успокоила юношу, показав належавший в углу рюкзак. «Все цело!» «Не волнуйся, сынок!» «Я дошел!» «Сумел!» «Ах, теперь все будет хорошо!» Элис Джардан была истинным благословением Божиим не только для Джемми МакГрегора, но и для половины населения Магердама. В этом шахтерском городке, полном авантюристов всех мастей, одержимых одной мечтой, эта женщина считалась всеобщей матерью. Она кормила их, ухаживала за ними, ободряла, утешала. Элис была англичанкой и приехала в Южную Америку вместе с мужем, когда тот решил бросить место учителя в Литсе и отправиться в погоню за алмазами. Через три недели после приезда он умер от лихорадки, но Элис решила остаться. Старатели стали для нее детьми, которых у нее никогда не было. Элис продержала Джейми в постели еще четыре дня. Кормила, меняла бинты, помогая возвратить прежние силы. К концу недели тот смог встать. «Я хочу сказать, что бесконечно благодарен вам, миссис Джардан. Сейчас мне нечем заплатить, но я не могу сказать, но поверьте, когда-нибудь вы получите самый большой алмаз. Это обещаю вам я, Джейми Макгрегор». Элис улыбнулась, услышав, сколько силы и страсти звучало в голосе совсем еще молодого человека. Джейми похудел на двадцать фунтов. В глазах все еще стоял ужас пережитого, но были в нем серьезность и решимость, выделявшие этого юношу из общей массы. Миссис Джардан подумала, что ей редко приходилось встречать подобных людей. Натянув чистую выглаженную одежду, Джейми отправился осматривать город. Похож на клип-дрифт, только поменьше. Такие же палатки, фургоны, пыльные улицы, наспех построенные ловчонки и множество старателей. Проходя мимо салуна, Джейми услышал веселый рев и решил заглянуть. Шумная толпа собралась вокруг ирландца в красной рубашке. «Что происходит?» — спросил Джейми. «Парень обмывает свою находку». «Как это?» «Добыл немного алмазов и угощает всех, кто войдет в салун». Джейми затеял разговор с несколькими угрюмыми посетителями, сидящими за круглым столом. «Откуда ты, МакГрегор?» «Из Шотландии». «Ну что ж, не знаю, каким дерьмом вы там питались, но в этой хреновой стране не хватает алмазов даже на то, чтобы кое-как перебиться». Они потолковали о других поселках. Гонг-гонг. «Долпорте», «Сикспенни», «Раш», «Форлон», «Хоуп». Все старатели в один голос твердили, недели, месяцы тяжелого изматывающего труда, когда приходится перетаскивать неподъемные камни, вгрызаться в твердую почву, рыться в грязи, почти ни к чему не приводит. «Правда, алмазы есть. Каждый день можно найти два-три. Разбогатеть не разбогатеешь, но этого вполне достаточно, чтобы не убить мечту». В поселке царило странное настроение, смесь оптимизма и пессимизма. Оптимисты приезжали, пессимисты покидали это проклятое место, но Джейми знал, на чьей он стороне. Он подошел к удачливому ирландцу, уже сильно осоловевшему от выпитого, и показал карту Вандермерва. Тот взглянул на обрывок бумаги и бросил его обратно. «Чепуха! Здесь все перерыли. На твоем месте я бы попытал счастье в Бетхоуп». Джейми не поверил. Именно карта привела его сюда. Путеводная звезда, которая поможет разбогатеть. «Лучше иди в Коулберг», вмешался другой старатель. «Там скорее отыщешь алмаза, сынок». «Вовсе нет», заспорил третий. «Джелфиленскоп». «Вот это местечко! Скорее уж, Мунлайтраш, если хотите знать мое мнение». Вечером за ужином Элис Джардан посоветовала. «Джейми, не все ли равно, где начать? Выбери себе местечко, работай киркой и молись». Именно так и поступают все эти знатоки. Играет музыка. «Кр ants заooooo